Вот я слежу за украинским бюджетным процессом, чтобы не соврать, с 1996 года постоянно, постоянно читаю все эти 400 тренинг бюджета. Сами все читаете? Да, вот я такой сумасшедший читаю. Какой вы молодец! Нужный человек в студии. Я вам пьянусь, впервые не подали в украинский парламент ни единого листика бумаги, где бы была хоть какая, хоть сколь-либо подробная информация о внешних выплатах на следующий год. А в прошлом году было или нет? Вы же помните, как в прошлом году голосовали? Было, было, было. Бюджет тоже? Было, да, но они представили два тома, второй полностью аналитика. Ну, конечно, было мало времени прочесть, но в итоге, ну, хотя бы было, что прочесть. Ну, вот задали вам там второй том «Войны и мир» по русской литературе, сегодня на послезавтра. Конечно, можно читать ночами, можно там жульничать. Можно, «Войну и мир» можно, а бюджет нет, я думаю. Я сомневаюсь. Ну, просто, вот смотрите, вот возьмем простой украинский парламентарий, вот просто с точки зрения закона и вообще с точки зрения демократии. Вот он представляет людей, ему голосовать за увеличение внешнего долга страны. Или не голосовать. Он хотел бы разобраться. Я понимаю, что они, ну, большинство, 300 человек из 450 вообще никогда этого не считают. Но у них же есть право это прочесть. Ну, ладно, наши с вами права. Но права парламентариев, которые принимают решение, которые вообще являются ветвью власти. Ну, дайте же им прочесть. Нет, им дали вот как... Могли раздать оглавление, знаете, так. И резолюцию о принятии решения уже. Ну, это все печально очень. Потому что, мне кажется, играет и закончится плохо в четверг. Услышат они в лицо от парламента все то, что думают о таком типе взаимодействия. МВФ кредит не даст. И? Но теперь уже нельзя будет, ну, вину за это свалить на бюджетный кодекс южанин. Зато можно будет свалить на парламент. Почему нет? Южанин туда же попадет. Ну, так изберите МВФ парламентом. Ну, в чем тогда, ну, о чем мы дискутируем. Ну, если пока что у нас есть конституция, у нас есть парламент хороший, плохой. Переизберите, если он вам не нравится. Ну, я считаю, что у парламента есть исторический шанс. То, на что не хватило смелости у министра финансов, у премьер-министра и у президента, сделать самим. Дать глоток воздуха, экономике и шанс на выздоровление в следующем году. Да, МВФ безумно важен. Потому что у нас мы являемся страной, которая только что пережила дефолт. У которой очень низкие резервы Национального банка. Немногим более 12 миллиардов долларов. И график выплат на 9 миллиардов на будущий год. Ну, так, ну, а вообще-то, ну, как бы, справляемся пока что с графиком. В любом случае, даже без кредита МВФ мы спокойно проживаем 6-9 месяцев, осуществляя все выплаты, не входя в ситуацию нового дефолта. Это, как бы, немного, но это и немало. Для того, чтобы доказать эффективность Национальной налоговой реформы, этого немало, поверьте. Просто нужно иметь политическую смелость так сыграть. Но, к сожалению, пока что ее не видим. Надеюсь, мы ее увидим в парламенте. Субтитры создавал DimaTorzok